Девочка-пай 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 И это именно то, что Господь позволяет нам в эти тяжелые времена. Он нажимает на нас, чтобы то, что выйдет, показало в действительности, что у нас внутри. И каждый из нас, кто призывает имя Господне, каждый, кто принял Иисуса как Спасителя и Господа в свою жизнь, становится учеником Иисуса. И мы в школе Иисуса не должны пойти в какое-то определенное здание, в какие-то определенные часы, потому что Дух Святой действует в нас 24 часа в сутки. И цель Его – это взращивать нас, это превращать нас в источник, подобный Ему, и быть подобными Ему. Он ведет нас именно в тяжелые времена. И если мы переживаем болезни, если мы переживаем войны, если мы переживаем гонения, мы должны знать, что всегда Господь близок к нам. Он даже более близок к тяжелые времена, потому что Он объемляет нас Своей любовью и Его защитой. И как написано здесь, я хочу поддержать вас, держаться этих псалмов 33-го псалма, и также держаться 90-го псалма, 91-й псалом. Живущий под кровью Всевышнего, под синий всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенить тебя, и под крыльями будешь безопасен, считая ограждение истины Его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут после тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься я камень ногою твоею. На аспи, да и Василиска, наступишь, попирать будешь и два, и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. И по цене всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита мая. Господь защита наша, Он прибежище наше. И мы можем провозглашать обетование Его, что Он действительно помощь для нас. Потому Псалму, Псалом 90-й, для меня лично, был действительно источник поддержки. Я хочу поддержать вас, взять эти лекарства, провозглашать эти стихи. В Новом Завете Павел поддерживает нас. Филиппийцам 4 главе, с 4 стиха, он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Даже в это время Бог хочет поддержать нас, радоваться. Радоваться, это не только зависит от обстоятельств наших, но радость внутренняя, что это плод Духа. По Галатам, 5 глава, 22 стих, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, миросердие, вера, кротость и воздержание. Здесь мы призваны радоваться во всякое время, чтобы Дух Святой давал нам силу эту. Потому что радость Божия – это сила наша, как написано в Слове Божьем, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Мы должны услышать как минимум стерео два раза. Первый раз и второй раз. Радоваться. Радоваться, потому что Бог победил, и Он ведет нас по дороге победы. Кротость ваша да будет известна всем человекам. В тяжелые времена, когда люди в бессилии, в страхе, в заботе, когда мы спокойны, тихи, рады, когда мы уверены в Господе, мы можем быть источником надежды, источником помощи, источником силы, чтобы люди могли полагаться на нас тем, что они полагаются на Господа. И мы можем именно в этот период рассказать о помощи, которую Бог дает нам, Творец неба и земли. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко, Господь близко. Мы можем радоваться в Господе только тогда, когда мы знаем, что Он близко. Он не удалился от нас, наоборот. Он близок к разбитым сердцам, Он близок к тем, кто страдает и находится в беде. Он Бог многомилостивый, долготерпеливый. Он милостив и долготерпелив. И Он близок к этой ситуации, всей этой критической ситуации, ситуации, когда мы видим людей больных, и когда мы видим людей, которые в опасности жизни. Мы знаем, что Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Это то, что говорит нам Бог. Забота – это вид страха. Страх – это связано с наказанием. Но совершенная любовь Божия изгоняет всякий страх. Не заботьтесь ни о чем. И как мы можем не заботиться? У нас есть план из трех пунктов. И вот нам написано. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания при Богом. Открывайте свои желания при Богом. Все, что заботит нас, все, что пугает нас, все, что мы не знаем, мы можем попросить, мы можем представить пред Богом. «Господи, что Ты думаешь об этом? Измени меня, помоги мне. Я отдаю себе эти мои проблемы, мои заботы, мою семью. Мы можем быть теми, кто приносит все, что у нас есть, все, что мешает внутри пред Богом, преподнести пред Ним. Отче, я преподношу мои заботы пред Тобою. Помоги мне». Это первый пункт. Открывайте свои желания пред Богом. Первое. В молитве. Молитва – это просить. Мы просим. «Отче, я прошу Твоей помощи, Твоей защиты». Во всякой области. И тогда в прошении. В прошении – это когда мы унижаем себя пред Господом. И когда мы плачем, и мы ведемся Духом Святым, в молитвы, которые мы даже не знаем, они в нас. Вы знаете, написано, что мы не знаем, как молиться поистине. Но Дух Божий, который в нас, Он изъявляется через нас. И это время дать Ему молиться, молитвами в Духе, чтобы мы были как каналы, и в прошении мы можем принести изменения в ситуацию. Я верю, что молитвы святых, они могут принести изменения и остановить эпидемию, остановить гнев, который мы проходим сейчас. Третье здесь – благодарение. Молитва. В молитве и прошении с благодарением. Благодарение – это значит, что Бог правит и властелин, и Он может сделать все. Он Бог-целитель, который может исцелить. Он Бог полный милосердия и мудрости и помощи. Он Бог, который исполняет нужды. Он Бог видящий и Бог кормящий. Он знает нашу финансовую проблему, это семейную нашу проблему, это проблема нашей страны, это проблема нашего здоровья. И поэтому, как здесь написано, открывайте свои желания пред Богом в молитве, в прошении, в благодарении. И тогда у нас есть результат чудесный, если мы делаем эти вещи. Блаженны те, которые слышат Слово и исполняют. Это недостаточно слышать то, что я говорю, или то, что Слово Божие говорить. Но нужно сделать то, что слышат. Те, кто слышат и делают, строят дом на скале. И я хочу поддержать вас, строить дом на скале. Это крепость нашу. И вот в седьмом стихе, то, что написано нам, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши». Во Христе Иисусе, мир Божий, который превыше всех обстоятельств вашей жизни, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Иисус Он ответ, Иисус Он мир, Иисус Он уверенность, Иисус Он крепость наша, Он укрытие наше, которое позволяет нам радоваться во всякое время и благословлять Господа во всякое время. Всегда слава Его в устах моих. Я хочу помолиться сейчас, чтобы Бог дал нам дар чудесной радости, которая превыше всего. Мир Божий, который превыше всего. Упоспокоение для душ наших. Отец наш Небесный, мы хотим преподнести себя пред Тобою. Мы преподносим наши семьи пред Тобою. Собрание наше, нашу страну. Это всех людей, которых мы любим, наших соседей. Мы хотим попросить во имя Иисуса, чтобы Ты укрепил нас миром Твоим. Укрепи нас радостью и верой, что мы можем видеть Тебя близко к нам. Мы приглашаем Тебя, Отче, быть задействованным во всех наших мыслях и чувствах, во всех заботах и страхах наших. Мы просим, чтобы Ты остановил эту эпидемию, чтобы Ты в ближайшее время, Ты принес нам победу в проверке, которую мы проходим. Тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тебе… Тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. begу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok